Всем привет, дорогие друзья! Сегодня традиционное видео, которое выходит тут каждый год 13 сентября, в котором я долго и упорно что-нибудь рассказываю. И сегодня мы повторяем традицию прошлого года и ответим на вопросы подписчиков моего блога ВКонтакте, ссылка на который будет в описании. Поэтому, если вас там нет, то я всячески призываю вас туда вступить, почитать. Там много чего интересного, можно и почитать, и послушать. Иногда можно призы выиграть, иногда можно на курсы немецкого записаться. Ну, в общем, если вы человек, который неравнодушен к музыке, языкам, путешествиям и вообще к автору этого канала, то вам там, возможно, понравится. А теперь поехали! Значит, был вопрос, на который я отвечаю в каждом своём видео, мне кажется. Почему у меня началась любовь к немецкому, как так вышло, я не буду здесь долго рассказывать. Я дам ссылку на то, где я говорю об этом побольше. Но если вкратце, то в выпускном классе мне очень захотелось спеть один роман с Шуберта, а позиция, что петь надо только в оригинале, у меня была всегда. То есть я и тогда не любила, и сейчас не люблю, когда произведения, написанные изначально на каком-то иностранном языке, исполняются в переводе на русский. Мне как-то это не симпатично. Ну, в общем, я начала учить этот текст. Я помню, как я вот ничего абсолютно не знаю, я открыла интернет, чтобы хотя бы правила чтения посмотреть. Потом я себе этот текст на листочек переписывала. Ну, в общем, я его выучила, конечно. Перевела там худо-бедно что-то, но никакого понимания о языке у меня, конечно же, не было. После одного романца Шуберта последовали другие романсы, и где-то там к третьему-четвёртому я поняла, что ну так дальше жить нельзя, надо что-то делать, начала учить язык. И потом я как-то очень подсела на немецкую классику. Когда я училась в музыкальном вузе, наверное, процентов 80 моего репертуара была музыка немецких композиторов, вокальная. Мне кажется, там меня уже все тихо ненавидели, потому что у нас среди преподавателей более почтенного возраста всё ещё живёт это мнение о том, что на немецком лучше не петь, вот там на итальянском, на русском, на немецком не надо. Ну, вот я, в общем, все пять лет пыталась как-то доказать обратное. Ну, так и повелось. До сих пор вот с немецким уже сколько там лет. Господи, 10, что ли, в этом году получится? Да. Ну, так вот время летит. Следующий вопрос. Какой язык я считаю самым музыкальным, который создан прямо для того, чтобы на нем писать песни? На самом деле, мне тут сложно выбрать что-то одно. Ровно по той причине, которую я уже озвучила, что как бы я считаю, что на любом языке есть хорошие песни. Просто где-то их больше, где-то меньше. И, наверное, зависит это не от языка, а от людей, которые эти песни делают. Но я подумала, что можно выделить вот такой интересный параметр, поскольку я пою много на каких языках, там, порядка 30, и больше, чем на половине из них я так, ну, как-то более-менее регулярно стараюсь обновлять список произведений, которые я знаю. И вот, наверное, те языки, на которых я быстрее всего нахожу себе подходящий репертуар. Это, пожалуй, португальский. За последний год мне пришлось на нем довольно много спеть. Пришлось вообще-то какое-то плохое слово. Это было добровольно. Ну, в общем, я проникла в эту сферу. И, наверное, язык, на котором я редко что-то учу новое, но когда мне хочется на нем что-то новое выучить, долго искать не надо. Это грузинский. Ну, вот. Это, конечно, сложно, потому что грузинский я не знаю так хорошо, как многие другие языки. Я вообще его почти не знаю. Но когда вот есть какой-то запрос на то, что надо выучить грузинскую песню, очень быстро что-то находится. А еще здесь можно выделить, конечно, индийские мои все. Ну, все. На хинде я особо не пою. Вот на бенгальском, да. Ну, с бенгальскими песнями, как правило, тоже проблем нет. В плане того, что там много чего красивого. Но тут скорее приходится выбирать, исходя из того, что вообще адекватно будет звучать в исполнении европейца, скажем так. Потому что у нас все-таки очень разные представления о вокале в нашей традиции и в индийской. Следующий вопрос. Он был про то, что мне больше нравится, что меня больше вдохновляет или наоборот тяготит. Изучение, преподавание, ведение блога, подготовка к концерту или участие в самом этом концерте. И тут тоже как-то все интересно, потому что мне кажется, что, если говорить о том, что меня больше всего вдохновляет, то это, наверное, результат того, что получится. Ну, потому что все, что мы делаем, все-таки делается для чего-то, с какой-то целью. Если это блог, то это реакции тех, кто его читает, смотрит, слушает. Если это преподавание, то это результаты студентов. Если это концерт, то, соответственно, восприятие публики, какие-то новые знакомства и прочее. Подготовительные процессы, ну, например, к концертам, они, конечно, тоже доставляют некое удовольствие. Когда вот надо сидеть, искать какой-нибудь новый репертуар, ты ищешь, ищешь, тебе ничего не попадается, потом вдруг, опа, и вот, нашлось, и ты доволен, счастлив, все прекрасно. Но потом ты начинаешь это учить, разбирать текст, потом ты понимаешь, что на эту песню, конечно же, нет нормальной минусовки, надо делать ее самому. Это не очень радует, вот к вопросу, да. Ну, потому что есть такие аккомпанементы, которые пожирают очень много времени, чтобы их хорошо сделать. Вот это мне, наверное, не всегда нравится, но это как бы неотъемлемая часть. В преподавании тоже, когда готовишься к урокам, наверное, момент, который не нравится и не нравится, это поиск материалов за пределами учебников. Ну, потому что с учебниками более-менее все ясно, ты как-то себе уже выбираешь каких-то фаворитов, и более-менее знаешь, что в них есть, где это находится, какую тему откуда взять. А когда вот ищешь аутентичные материалы, там, видео, статьи, аудио и так далее, тут приходится исследовать. Иногда долго. Потому что темы бывают самые разные, чего мы только со студентами моими не читали. И хорошо бы, чтобы то, с чем мы работаем, хоть как-то соответствовало уровню. Я не фанат сильного упрощения, то есть, когда берется там какая-то статья, из нее выкидывается половина текста или больше, и дается, как вот, держите вам оригинальный материал. Я не люблю таким заниматься, честно говоря. Иногда я могу что-то убрать, но это какие-нибудь обороты заполнительного характера, скажем так, которые особого смысла не несут. Просто какие-нибудь сложные, там, журналистские структуры. Ну, вот им так захотелось написать. Вот это я могу убрать. Но это, я не знаю, там, процентов 5-10 от всего текста максимум. А все остальное я сохраняю. И вот чтобы такое найти, подобрать под человека, которому предстоит с этим работать, вот на это тоже нужно время. И какой-то ресурс. Сидеть и ковыряться. И читать, там, не знаю, 5-10 текстов на одну и ту же тему. Если это тема, которую я тоже люблю, то мне, конечно, интересно. А если это тема, к которой я не очень-то питаю желание в ней разбираться, то тут приходится просто уже сделать то, что нужно, и все. Следующий вопрос. Он у нас про секрет, как все успеть. Как успеть вести блог, преподавать, учить, путешествовать и так далее. Но мне тут, честно говоря, ничего нового сказать не получится. Коротко? Никак. Может быть, по мне этого не видно, но я тот самый человек, который тоже делает все за два дня до дедлайна, или за один, или за ночь. Я вообще люблю по ночам заниматься всякой такой деятельностью, вроде там написания статей, работ каких-то там, курсов и так далее. Дипломы я, по-моему, свои оба писала по ночам в основном. Презентации к лекциям я периодически делаю ночью. Вот как-то так оно выходит. И поэтому я тоже очень часто ничего не успеваю. Забываю, что надо это сделать, потом не понимаю, что как же так. А по поводу путешествий во время, там, допустим, учебного года, это заслуга моих учеников, которые, по счастью, попадаются понимающие люди. И я просто им говорю, что вот, ребята, простите, я уезжаю там на четыре дня, ну, на неделю, это самое большое, я не смогу проверять ваши работы в это время. Вы можете мне присылать, что вы сделаете, но проверю я это как-нибудь попозже, когда вернусь. Если это студенты курсов, то я просто там выдаю им задание наперёд, чтобы им было чего поделать в моё отсутствие. Если это индивидуальные ученики, то мы, как правило, занимаемся за день до моего отъезда и на следующий день после. Это вот такие интересные дни, то есть, вот, перед путешествием и после путешествия я стараюсь как-то максимально со всеми поработать, чтобы это как-то меньше ощущалось, вот, этот перерыв. Я сама не люблю длинные перерывы, особенно, там, с начинающими студентами, потому что всё из головы выветривается тогда. Но ездить тоже хочется, особенно, когда какая-нибудь спонтанная появляется хорошая возможность, почему бы ей не воспользоваться. А ведение блога — это такое тоже дело-то добровольное, поскольку я никому не обязана соблюдать какие-то контент-планы, что там ещё у нас бывает, не знаю, вести всё по расписанию рубрики столько-то раз в неделю, то я могу себе позволить периодически ничего не писать. Я стараюсь этого не делать, потому что я знаю, что это плохо влияет на просматриваемость блога. Но если я понимаю, что, ну, не хочется мне сейчас это делать, нечего мне сегодня сказать, то я просто не пишу. А так, поскольку идеи для постов мне, как правило, приходят как-то случайно, или они навеют и уроками, или я просто где-то что-то узнаю, понимаю, что вот про это надо рассказать, просто сажусь и пишу. И это как-то даже не так много времени занимает. Вот если делать пост, например, с разбором какого-нибудь животного с точки зрения фразеологии, там, этимологии и прочего, вот это, конечно, уже более энергозатратная штука, и на неё просто надо выделить время. И я не всегда могу это сделать сразу. Я вот, допустим, придумала, про кого я хочу написать, я просто, наверное, жду того момента, когда вот... Ну, у меня будет это состояние, что я понимаю, что вот сейчас я хочу этим заняться, я сажусь и начинаю смотреть всякие источники. Иногда это длится несколько дней, потому что надо на разных языках посмотреть, перевести, всё проверить и потом публиковать. Вот, наверное, таким образом как-то я это всё успеваю. И это плавный переход к следующему вопросу про то, бывает ли, когда всё надоело, всё хочется бросить, что вы в таких случаях делаете? Ну, вот ровно потому, что я вольный преподаватель, вольный блогер, вольный музыкант и кто там ещё, я пока ещё не успела испытать, наверное, всё-таки к счастью, всяких там депрессий, выгораний и прочего, когда вообще тотальная безнадёга и жизнь не мила. Нет, ну что-то похожее было, конечно, в феврале два года назад. Ну, наверное, даже не в самом феврале, а вот в последующие там пару месяцев, когда всё это активно развивалось, когда стало понятно, что доходы у всех резко упадут, и у меня они тоже упали. И вот это состояние того, что о моей языке никому не нужны, оно у меня было, потому что тогда пошёл совершенно дикий спрос на иврит, на турецкий, на сербский, а мой немецкий, в принципе, да особо никому не сдался. Ну, потом как-то вот всё это выровнялось, и слава богу, что сейчас всё-таки у меня есть какой-то набор учеников постоянных, это радует. Что я в такие моменты делаю, наверное, стараюсь отвлечься. Вообще заняться чем-то максимально не связанным с темой, которая накрывает. То есть поделать что-то вообще никак не про языки ни разу, там, зайти в YouTube, посмотреть что-то абсолютно другое, чтобы про это не думать, послушать какую-то музыку, которая тоже как-то не стимулирует к серьёзным размышлениям, почитать какую-нибудь странную книжку, чтобы просто как-то из этого выйти. Не знаю, повистать новости ВКонтакте, в конце концов, тоже иногда помогает. Но ещё помогает рассказать друзьям. Вот. Когда что-то накрыло бомбитой вообще со страшной силой. Во-первых, иногда я даже пишу об этом в блоге. А то, что написать как бы всё-таки не очень красиво, то можно кому-нибудь рассказать. Той группе людей, которые выслышают от меня вообще всё. И вот повод позлиться вместе, понегодовать вместе. После этого как-то жить становится легче. следующий вопрос у нас сегодня был уже вопрос про самый музыкальный язык. Теперь у нас будет вопрос про любимый музыкальный инструмент. Постоянные зрители моего канала знают, что я собираю духовые инструменты разных народов. И поэтому мне вообще очень сложно выбрать что-то одно любимое. Я, конечно, могу сказать, что самый любимый инструмент — это голос, потому что им я владею, пожалуй, лучше всего, но на втором месте фортепиано, на третьем — флейта. Ну, это как-то нечестно, вот, мне всё-таки кажется. И поэтому я подумала так, что, в принципе, мне нравится всё похожее на тембр оркестровой флейты. Собственно, на самой флейте я пошла учиться играть абсолютно добровольно. Меня вообще никто не заставлял этим заниматься. И я сама попросила, помню, родителей купить флейту. То есть сначала там была блок флейта, которая стоит 500 рублей, там, условно. И она была уже у меня дома просто. И мы ждали, что с ней вообще можно делать. Ну, лежала и лежала. Потом пришла преподавательница к нам в школу и спросила, дети, а кто-нибудь хочет играть на флейте? Я сказала, я хочу. И вот так началось. То есть я отходила на сколько там, 5 лет на флейту. Когда из блок флейты я выросла, уже у меня преподавательница спросила, говорит, будешь переходить на обычную флейту? Я сказала, буду. И вот теперь она у меня есть. Мне нравятся всякие индийские флейты, японские флейты, в общем, которые чем-то похожи. Индийские вообще очень выгодно, на них ещё и техника игры похожая на обычную флейту, поэтому, в принципе, в руки взял, осознал какие-то ноты и готово. Собственно, звук пошёл. А вот не из духовых, ну и вообще из инструментов, которыми я не владею, ну, пожалуй, наверное, арфа. Если бы я дружила со струнными инструментами, наверное, я бы даже попробовала на ней играть, хотя, конечно, дома держать арфу это не вариант. Вообще, это очень дорого и неудобно, и у меня нет такой большой квартиры, к сожалению. Но звучание мне нравится. И, может быть, когда-нибудь я заведу себе какую-нибудь народную арфу, там, типа, кельтский или какой-нибудь ещё, не знаю. Но пока не планирую, скажем так. Ещё один вопрос из рубрики «Любимое» был у нас про любимое место на Земле. Я, наверное, не везде ещё была, где хотелось бы, чтобы выбрать себе любимое место на Земле, потому что... Я, конечно, много стран объездила, но хочется больше. Но на сегодняшний день из тех мест, куда я бы точно бы вернулась и пожила там какое-то время, причём, наверное, продолжительное время, но это Вена. Всё-таки у меня там было прожито пять месяцев, я ещё хочу. Я думаю, что если сейчас всё получится у меня, я сделаю себе израильское гражданство, я начну копить на билеты в Европу, чтобы просто поехать и поностальгировать. Может быть, летом что-нибудь удастся сделать, не знаю, пока вообще про это думать рано, пока надо сначала в Израиль съездить. И второе место, куда вернуться уже не получится, это наша квартира в Мариуполе, в которой я провела всё детство, каждое лето. Не получится вернуться не только по всяким причинам глобального характера, но и потому что эту квартиру мы в своё время продали, и понятно, что сейчас она уже совсем не такая. А я хочу вот то, что была тогда. Потому что, конечно, связано с этим очень много всего, и каких-то воспоминаний, и вообще очень много времени там тоже было проведено. Но вот туда я бы вернулась. В конце концов, именно там я составляла свой первый словарик на иностранном языке. Это был там блокнотик с украинскими словами, которые я слышала по телевизору, по радио, от родственников, от каких-то знакомых, с которыми общались родственники. И я просто всё это записывала в столбик, вообще без какой-то себе стиматизации, просто от слова на украинском, слова на русском и так далее. И вот я и списала весь блокнот, там до сих пор у меня дома лежит. Так я пыталась как-то немножко познать язык. Поэтому вот откуда началось моё сегодняшнее увлечение, наверное. Возможно, не знаю. Следующий вопрос. Он у нас такой требующий пояснений. Меня спросили про активные копии произведений живописи, что я по этому поводу думаю, есть ли у меня вообще любимые и так далее. Я, наверное, сначала скажу, что да, действительно существует такой жанр, он как-то набирает популярность в последние года 2-3 и очень активно у нас в стране. Раньше это тоже было просто в меньших масштабах. Это попытка сделать рельефные копии картин, чтобы незрячие и столовидящие люди могли с ними ознакомиться. Их делают в музеях. Иногда там своими силами какие-то энтузиасты что-то делают. Но в основном это выставляется в музеях рядом с оригинальными произведениями. Не со всеми. Далеко не со всеми. То есть, ну, я не знаю, там, если вы придёте в любой музей, то, наверное, ну, полпроцента экспозиции, да даже меньше, будет вот этим снабжено. Есть музеи, которые прям конкретно этим занимаются. У нас в Москве это музей имперсионизма, например. Я не то чтобы фанат этого дела. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что надо иметь какое-то представление, хотя бы из корыстных целей, например, потому что мы играем что, где, когда и иногда попадаются вопросы про картины, и мы сидим и понимаем, что мы даже не знаем, что на них нарисовано. Ну, то есть, любой, там, зрячий человек с более-менее развитой эрудицией, он себе в голове, там, эти образы держит, а у нас их нет. И с этой стороны, конечно, какое-то, там, представление получить надо. С другой стороны, надо понимать, что ни одна тактильная копия, рельефная, она всё равно не отразит оригинал. И тут ещё вообще надо смотреть на то, какой это стиль и сколько это имеет смысл. То есть, мне всё-таки кажется, что, например, всякие абстрактные картины перерисовывать в таком виде, и это, может быть, не очень рациональная история, потому что это всё равно будет сложно понять. Или тогда к этому нужно писать комментарии. Причём не такие, когда у тебя есть маленькая табличка по Брайлю, на которой написано название картины, имя художника, год создания и материал, из которого сделана копия, например. Нет, там должны быть комментарии, которые говорят вообще, собственно, что... Хотел сказать автору, словно говоря. В этом плане мне нравится подход Венского музея искусств. У меня даже есть книжка оттуда, я её взяла, и, к сожалению, у меня её нет сейчас при себе, потому что она в другой квартире в коробках, упакованная для стадии переезда. Я даже не знаю, просто, где она. Но, в общем, там как раз вот то, о чём я говорила, там представлены, по-моему, четыре работы всего. И к этим четырём работам даются вот комментарии там на несколько страниц шрифтом Брайля, на немецком. И, в принципе, ну, это расшифровать можно. И ещё важный момент, что, как правильно, не рисуют всю картину, а рисуют наиболее значимую часть, центральную. Но, наверное, самый удачный вариант, он же самый дорогостоящий и самый трудоёмкий, я видела всё в том же музее, уже непосредственно в залах. Это когда копия картины делается не просто там «Давайте как-нибудь так сделаем, чтобы у нас было плоское изображение, которое можно было ощутить, чтобы оно там было выпуклое». Нет, эти ребята пошли дальше, и они сделали всё объёмное. То есть у них там, во-первых, всё из разного материала, ну, условно, если есть винная бочка, то у тебя будет стоять там маленькая деревянная винная бочечка. Если есть какая-нибудь там железная штука, то у тебя она будет стоять на этой модели, вот, в миниатюре, конечно, но она будет отражать, соответственно, материал, форму, ну, и вообще в объёме это лучшее. Понятно, что так тоже не всё можно передать, ну, с природой так сложнее, но вот с какими-то картинами, которые изображают какие-то бытовые сцены, наверное, это вариант. Вот такой подход мне нравится. Мне кажется, это как-то больше даёт представление, но, да, это стоит гораздо больше результат, гораздо больше денег. поэтому я не буду выделять что-то любимое и нелюбимое, это точно, но вот по подходам, пожалуй, это то, что мне наиболее симпатизирует вообще из всей этой истории. Следующий вопрос про то, на каких языках кроме русского мне снятся сны. Тут забавно, потому что мне кажется, понятно, что там 95% слов всё равно на русском, но когда у меня наступает активная фаза изучения какого-нибудь языка, я обычно так и делаю, то есть, ну, я неправильный вообще кто там полиглот, полуполиглот, недополиглот, потому что я не могу поддерживать всё одновременно, у меня вот есть периоды там, не знаю, пара-тройка месяцев, когда, ну, прёт меня на какой-то один из языков, которые у меня есть, и вот в этот период мне может что-нибудь на нём присниться, ну, на норвежском я помню, что точно я как-то во сне разговаривала, ну, на немецком наверняка, да, на остальных надо подумать, но такие сны, как правило, забываются, потому что я просыпаюсь, и я не помню, что я там на них говорила, на этих языках, но помню, что что-то было не по-русски, это точно. И ещё у нас вопрос про языки, который сводится к тому, что вот если бы я могла выбрать интернациональный язык, что бы я сделала, оставила английский, предложила бы другой, и вообще, что я думаю про эспиранто, я скажу одно, это будет очень субъективный ответ, потому что я не люблю английский, ну, вообще не люблю английский, то есть, я его не знаю, я на нём не пою, ну, как не знаю, я его учила в школе, у меня есть какой-то уровень, в принципе, как я сейчас понимаю, наверное, даже неплохой, скажем так, есть с кем сравнивать, но он неплохой настолько, что я, например, могу почитать какой-нибудь сайт и в нём не заблудиться, написать письмо там с организацией какое-нибудь мероприятие связанное, или попросить какой-то материал или что-то вот такое, ну, довольно незамысловатое, но, например, почитать художественную литературу я всё-таки не могу, ну, то есть, можно, конечно, но это будет там ежеминутное заглядывание в слова, и это как-то никому не надо особо, посмотреть фильм, ну, наверное, тоже не могу, я что-то буду понимать, но не всё, далеко не всё, большую часть не буду, и это тоже уже будет не в удовольствии, ну, песни, конечно, которые по радио крутятся, я понимаю, но на этом большого бумагу, наверное, не нужно с суперсилой в английском, поэтому я бы его не оставила, что бы я предложила, ну, наверное, испанский, может быть, не, ну, конечно, можно начать говорить про китайский, но я объективно понимаю, что его никто не выучит в таких масштабах, это всё-таки очень сложно, я сама далеко, далеко-далеко не продвинутый пользователь китайского языка, поэтому, ну, немецкий, конечно, я тоже могла бы назвать, но это немножко похоже на утопию, а испанского, мне кажется, были бы шансы с учётом того, сколько людей на нём разговаривает, эсперанто меня вызывает эмоции примерно следующего содержания, не люблю искусственные языки как данность вообще, ну, то есть, не то, чтобы я там не знаю, зачем они нужны и кто их там придумывает и что с ними происходит, нет, это всё понятно, но просто как-то они не представляют для меня интереса, и я не думаю, что когда-нибудь я буду вообще их учить, но в то же время меня восхищает активность всяких эсперантистов, которые вот делают всё для продвижения своего языка, то есть, у них там проходят съезды, конгрессы, у них выходит какая-то периодика, литература, там, прочее, прочее, и это здорово, вот, но мне кажется всё-таки, что навязать людям язык, который изначально как бы не родился в естественных условиях, то есть, у которого нет естественных носителей, наверное, это сложно, но ещё раз, те люди, которые им занимаются, те люди, которые его продвигают, это давайте начнём с того, что фестиваль языков в Москве делают кто? эсперантисты, тот самый фестиваль, на котором я выступаю каждый год, уже, не помню, сколько раз я там выступала, и они, наоборот, за то, чтобы продвигать языковое разнообразие, в то время, как у них есть один искусственный язык, который их объединяет, и это прекрасно, это классно, может быть, и фестиваля бы не было, если бы не было эсперанто ассоциацией вот этой. И ещё вопрос, кажется, он последний, вопрос про звукотерапию, и про немножко странную теорию, которая утверждает, что звук это не волна, пузырь, слышала ли я про это? Я про это не слышала, но я всё-таки человек, который верит в какие-то устоявшиеся вещи, поэтому я не думаю, что это хорошая теория, но больше мне про это сказать нечего, но мне всё-таки кажется, что если там 99,9% учёных всё-таки определяют звук одним образом, то вот этот образ и правильный. И придумывать какой-то другой навряд ли имеет большую практическую ценность. По поводу терапии тут я, наверное, скажу так, что безусловно музыка оказывает воздействие. И безусловно у меня есть набор произведений, которые я или слушаю, или, если есть возможность, сажусь и играю, когда жизнь-боль вообще просто невыносимая. Их не так много там, не знаю, может быть, штук пять, но мне кажется, такого и не должно быть много. А вот такое более расп... как понятие, что там лечить музыкой, у этого должны быть какие-то границы. Да, она помогает, она помогает, например, там людям с различными особенностями развития, там всякие вот эти музыкальные занятия, безусловно. Но уходить в то, что там звуком можно вылечить всё, что угодно, это всё-таки, наверное, делать не нужно. Поэтому я в это верю в рамках какого-то вот адекватного восприятия этого всего. И, по-моему, мы ответили на все вопросы. Это было очень долго, потому что вопросов было очень много. Так что, если вы досмотрели это до конца, вы молодец! Я надеюсь, что это была не последняя серия. Где-нибудь к Новому году будет повод рассказать про что-нибудь ещё, ну, как минимум, про поездку в Израиль за документами. Вот. Можете пожелать мне их получить. И всем большое спасибо за просмотр, за прослушивание, за выделённое время. Я надеюсь, вам было интересно. А если у вас есть вопросы после всего этого, вы можете их оставить в комментариях. Я на них обязательно отвечу. Всем пока!